Здравствуйте! В эфире национального телевидения программа «По существу». Меня зовут Татьяна Молокова. Сегодня у нас в гостях Ольга Грищенко, вице-президент корпорации «Синергия». Ольга Александровна, здравствуйте. – Добрый день. – Ольга Александровна, очень рада видеть вас в нашем регионе, в Чувашии, в нашей студии. Мы с вами встречались на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума. И тогда было заключено соглашение с Чувашской республикой. Вот что предполагает это соглашение и как оно будет реализовываться? – Я вас тоже очень рада видеть сегодня. И то соглашение, которое мы подписали в Петербурге, это как раз основа нашего сотрудничества и те направления, в которых мы очень бы хотели сотрудничать с Чувашией. И на сегодняшний день это, безусловно, развитие туризма, развитие молодежной повестки, обучение и подготовка бизнеса к новой системе экономики России, в том числе образовательные программы для университетов, для колледжей, возможно, и детские программы. Мы также реализуем проекты ГЧП, государственного частного партнерства с субъектами. Но пока что мы определяемся в этой повестке и, надеюсь, в рамках этой поездки нам удастся определить как раз те проекты, которые будут нашими первыми задачами с регионом. – Ну, я так понимаю, что прежде чем выехать в какой-то регион и заключить соглашение, вы изучаете, на чем основана экономика региона, какая у него стратегия, что они хотят сделать. Я так понимаю, что Чувашию вы все-таки изучили. – Безусловно. Мы изучаем потенциал нашего любого партнера. И не хочу говорить о том, что у нас все регионы являются партнерами. Мы для себя определили 15 субъектов Российской Федерации, с кем бы мы хотели стратегически сотрудничать и быть партнером. И, конечно, партнерство подразумевает в том числе не финансовое сотрудничество и возможную поддержку регионов в федеральной повестке, либо в тех проектах, которые мы реализуем самостоятельно, а их много в Синергии. И мы, конечно, посмотрели, что, во-первых, команда, которая на самом деле хочет активно развивать регион, готова общаться с нами, работать с нами совместно. А это главный определяющий, если честно, фактор. Потому что невозможно заставить регион сотрудничать или делать какие-то проекты совместно. Мы обратили внимание на то, что в цифровизации Чувашия заявила KPI значительно выше тех, которые были определены в рамках пилотного проекта. И это очень заинтересовало. Амбициозность региона значит, что команда готова достигать больших целей. А это как раз тот показатель, с которым мы... Ну, наибольшая вероятность, что наша команда здесь появится. С какими программами, с какими предложениями вы вышли в наш регион, в нашу республику? Мы их начали обсуждать. Безусловно, мы закрепили основные векторы в нашем соглашении. Но вот сегодня на встрече с главой республики мы обсудили, что, безусловно, хотим приступить к разработке стратегии реализации туристического потенциала субъекта. Посмотреть, чем мы можем помочь и во внутреннем, и во въездном туризме. Потому что это достаточно большой потенциал. Мы обсудили молодежную повестку. Это события для молодежи, образовательные проекты, возможность не выезжать из региона и реализовывать свой бизнес именно в субъекте, приносить доход, в том числе и бюджету региона. И, безусловно, заинтересовать их современными профессиями, которых сегодня масса. И главное быть в международной повестке. Это то, чего сегодня хочет молодежь. Мы также обсудили подготовку тренеров по малому-среднему бизнесу. Давайте по порядку. Туризм – это, наверное, сейчас основное, на чем делает ставку, в том числе и Чувашская республика. Что в области туризма есть? Какие наработанные программы есть у корпорации? Ну, прежде всего, мы предложили уже действующие программы, проекты, которые мы совместно с Ростуризмом реализуем. Это инклюзивная цифровая платформа. Это как раз тот современный подход, который сегодня необходим туризму для выхода и на внешние рынки, и вообще для того, чтобы понять, что есть в регионе. Потому что сегодня не так много этих ресурсов, на которых… Ну, booking.com, да, все, пожалуй. И дальше уже невозможно получить информацию, что можно делать в регионе. Ну, и туристические сайты иногда тоже дают какую-то информацию. Ну, и они не очень развитые. Да, но вот сегодня с главой мы обсудили, что мы интегрируем республику на цифровую платформу. Это позволит прежде всего подсветить и популяризировать те маршруты, предприятия, отели, которые готовы сегодня принимать инклюзивных туристов. Во вторую очередь, это позволит популяризировать социальные предприятия, которые производят услуги, либо какую-то продукцию для людей с ограниченными возможностями. И, собственно говоря, мы будем давать им практически федеральную рекламу. Это абсолютно бесплатный проект, он благотворительный. И я надеюсь, что какую-то пользу он в том числе в туризме принесет. Но второй вектор, который мы собираемся реализовать, это, собственно, я уже слышала, и мы видим визуализацию бренда, да, Чуваши в каком-то виде, но она еще не так хорошо узнаваема. Мы хотели бы принять участие в разработке стратегии туризма в регионе, и в том числе дать все возможные наши ресурсы. Мы реализуем туристические федеральные форумы, мы работаем также с Западом, со Штатами, с другими странами, и готовы в том числе предоставить все наши платформы. Я думаю, что мы в ближайшее время с командой региона это определим, но уже сегодня есть понимание, что, допустим, для развития бизнеса необходимо сюда привлекать успешных, интересных бизнесменов, с кем бы хотели сотрудничать, да, бизнесмены региона. Я думаю, что это могут быть большие бизнес-мероприятия, бизнес-форумы. Безусловно, крупные молодежные фестивали – это серьезная повестка, но она будет, я уверена, ориентирована именно на творческую молодежь, на амбициозную молодежь и для тех, кто хочет себя реализовать в цифре. Поэтому мы будем готовить похожую концепцию, но будем рады любым предложениям, на самом деле, по тем ивентам, которые бы хотел сам регион. Мы готовы работать с тем запросом, который сегодня есть. Вы говорите про малый и средний бизнес, о том, что там можно привозить тренеров, бизнес-тренеров, опытных предпринимателей. Я так понимаю, что в этом направлении тоже есть какие-то программы, которые вы можете предложить вашей республике. На сегодняшний день, буквально неделю назад, мы завершили обучение тренеров корпорации МСП. И мы обучали их как раз современным новым методикам с учетом новых реалий. У нас все тренеры практически сейчас вынуждены работать и дистанционно, и уже охватом в 100 человек никого не удивишь. И хочется работать с более широкой аудиторией, транслировать свои знания на более широкую аудиторию. Поэтому новые методики, цифровые технологии, новые подходы к бизнесу, ну и, собственно говоря, новые бизнес-реалии, которые у нас образовались в России и во всем мире после, ну или во время ограничений ковида. Я думаю, что как раз вот эти знания и компетенции мы сейчас больше всего подтянули и готовы ими делиться и формировать специальную образовательную программу для бизнеса именно здесь в регионе, ориентированной на тот бизнес, который есть сегодня. Это раз. А два – на тот, который бы хотел здесь появиться. И цифровизация – это вот один из таких трендов времени. Все уходят в цифру, все развивают цифровизацию. Безусловно, этому практически посвящен экономический форум, который, собственно, сейчас в моменте уже происходит в регионе. И завтра, я уверена, мы на пленаре это обсудим еще дополнительно. Цифра – сегодня корень развития вообще рынков, взаимодействия с государством, взаимодействия с населением. Все сидят в цифре, на платформах, в соцсетях. И, безусловно, в корпорацию «Синергия» входит как минимум 4 предприятия, которые являются резидентами Сколково в том числе. Мы занимаемся современными разработками. У нас даже есть проект колледжа цифровых технологий, потому что мы понимаем, невозможно академично готовить 5 или 6 лет кадры для цифровой экономики, когда у нас там нацпроект должен быть уже реализован к этому моменту. И мы в том числе формируем короткие образовательные треки для цифровой экономики, которые более оперативно позволяют готовить для предприятия необходимые кадры. И сегодня в цифре, безусловно, работает каждый. И наш университет, он был ориентирован, наверное, года 3 или 4 назад, в том числе на онлайн-аудиторию, что позволило во время ковида просто переключить все наши 130 тысяч студентов на цифровой ресурс и эффективно закончить учебный год. И все предприятия сегодня переходят на цифру, это улучшает экономику значительно. Так что я уверена, что при тех кипяек, за которые взялась Чуваша, здесь очень быстро будет развиваться экономика. И как раз влияние цифры на развитие бизнеса – это тема моего выступления. Так что более подробно, я думаю, поделиться на форуме. Ольга, мы с вами когда в Санкт-Петербурге общались, вы сказали, что у вас есть программа дополнительного образования для молодежи и программа дополнительного образования для людей старшего возраста. И если мы сегодня с вами возьмем человека в 60 лет, это прекрасный, энергичный человек с абсолютно активными позициями в жизни, который хочет продолжать заниматься интересным делом, но при этом его зачем-то отстегивают от всех процессов и говорят, что зачем тебе уже. Мы разработали платформу «Университет долголетия», это платформа для контингента 50+. Это, конечно, не, как мы называем, хардскиллы, не бухгалтерия, юриспруденция и так далее, потому что к этому возрасту люди уже как бы с высшим образованием уже заканчивают. Это как раз та лайфстайл, назовем ее так, платформа, которая позволяет, допустим, привести свое увлечение в бизнес-структуру. Это, безусловно, не все сводится к бизнес-направлению. Там есть театральное направление людей, кто хочет упражняться в актерском мастерстве, либо психологию увлекается, возрастной психологией, либо с детьми хочет наладить отношения. И мы их вот упаковали вместе с тренерами и надеемся на этой платформе сформировать то сообщество, которое будет интересоваться либо всем, что делает эта платформа, либо какими-то своими хобби, увлечениями. А возможно, кто-то из наших активных посетителей станет тренером на ней. И мы тоже такие варианты рассматриваем. И мы тоже будем рады получать любые предложения. Ольга, спасибо большое за беседу. Спасибо, что пришли к нам в студию. Вам большое спасибо, что пригласили. И очень приятно находиться здесь в гостях. Встречают у вас замечательные. Ну и сегодня, надеемся, увидеть уже Чувашу во всей красе на экскурсии. Благодарю вас. Спасибо за внимание. Я напомню, что сегодня в гостях программы «По существу» была Ольга Грищенко, вице-президент корпорации «Синергия». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин